Тверские байкеры в конце апреля открыли мотосезон. Более сотни владельцев двухколесных железных коней со всей области проехали с ветерком по улицам столицы Верхневолжья. В этом году церемония открытия была несколько необычной. Она посвящена поддержке спецоперации на Украине. Подробнее расскажет наш корреспондент. Традиционно каждый год в апреле тверские байкеры с весенним ветром врываются в новый мотосезон. 2022 не стал исключением. Разве что формат решили несколько изменить. Вместо привычного открытия – патриотический мотопробег. В одной колонии ждут старта участники из разных уголков Верхневолжья. Василий Журавлев из Кашина также примчался в Тверь, чтобы высказать свою гражданскую позицию, несмотря на нелетную погоду. Мы проводим это мероприятие в поддержку спецоперации нашей на Донбассе. И хотим, чтобы люди побольше принимали в этом участие. Патриотизм поднимал дух нашего русского народа. Колонна в ожидании команды старта. Владельцы железных коней выражают свою поддержку не только делом, но и словом, напечатанным на специальных стикерах. Мы всегда поддерживаем армию, флот и все вместе взяты. И Россию. Вот тут написано. Важным мероприятием стало возложение цветов к обелиску победы. Байкеры перед тем, как отправиться в путь, почистили память тех, кто сложил свои головы во имя победы в Великой Отечественной войне. Само по себе открытие мотосезона для нас – это праздник. Мы посчитали неуместным сегодня праздник и спланировали принципиально другое мероприятие. Вот с таким местом старта, где мы с вами находимся. Идет спецоперация. Наши воины находятся на рубежах, защищают нас с вами. Праздник будет после того, как закончится противостояние, пояснил лидер торжокских байкер. Далее с Львом Моторов мотоциклисты проехали организованные колонны по центральным улицам Твери до парка «Россия. Моя история», где под лозунгом «Вы не одни» прошел патриотический концерт. В мероприятии приняли участие более сотни мотоциклистов из Твери и Тверской области, объединенных не только любовью к железным коням, но и стремлением поддержать наших военных, сражающихся с врагом на Украине.